Добрый вечер! О событиях уходящего понедельника и минувших выходных вам расскажут корреспонденты телевизионной службы новостей. И я, Андрей Сидорчуков. Смотрите в нашем выпуске. Тело мужчины подвергалось сдавлению. Страшная находка. На одном из пермских предприятий в тюках с макулатурой обнаружено тело человека. Не представился. Мы отказались. Бдительность и недоверчивость. Горожане все чаще принимают сотрудников газовых служб за мошенников. Покинула Россию не по своей воле. Дворянин, революционер, писатель, эмигрант. В Пушкинской библиотеке провели вечер памяти Михаила Саргина. Труп в макулатуре. В одном из цехов предприятия «Пирамский картон» рабочие утренние смены обнаружили расчлененное тело мужчины. Произошло это во время чистки технического устройства гидроразбивателя. В ходе предварительной проверки установлено, что останки попали туда с очередной партией макулатуры. Повреждения на трупе носят посмертный характер, в том числе и отчленение его нижних конечностей. Имеются на трупе повреждения в виде размножения. То есть складывается такое впечатление, что именно тело мужчины подвергалось сдавливанию. Что, как одна из версий, как раз во время опрессовки макулатуры. Грузоотправители – различные предприятия страны. Как правило, сырье поступает на пермский картон в уже спрессованном виде. Затем его направляют для переработки в бумажно-картонный цех. Бумага и картон при помощи воды и вращающегося ротора превращаются в однородную массу, распускаются на волокна. Данная макулатура доставляется с различных предприятий, расположенных на территории России, которые осуществляют сбор макулатуры, упаковывают, опрессовывают и упаковывают в кипы прямоугольной формы различного размера, скрепляют упаковочной лентой. Из-за деформации лица определить внешность неизвестного невозможно. У покойного взяты отпечатки пальцев и образцы ДНК. Пермские следователи сделали запросы в правоохранительные органы других городов. Возможно, этот человек находится в розыске. Причину и давность наступления смерти установит судебно-медицинская экспертиза. Следователи уже выяснили название региона и предприятия, откуда пришла данная партия макулатуры. Но озвучивать информацию пока не хотят. Говорят, что она требует проверки. Елена Иговцева, Степан Пепеляев, Телевизионная служба новостей. Странная смерть. 18-летний житель Кунгура умер в общежитии Уральского института МЧС России в Екатеринбурге. По предварительным данным, которые озвучила пресс-служба следственного управления СКР по Свердловской области, вечером 27 ноября курсант, вставая с кровати, упал и ударился об нее головой, получив тяжелую травму. Прибывшие на место ЧП медики помочь уже не смогли. Парень скончался в присутствии врачей. Это ЧП вызвало бурное обсуждение в соцсетях. Подавляющее большинство сомневается в том, что смерть курсанта произошла в результате несчастного случая. Сейчас проводится доследственная проверка. Тело направлено на экспертизу. Огненная трагедия разыгралась накануне вечером в частном секторе Матавельхинского района. Сгорел одноэтажный дом по улице Братьев Каменских. К моменту прибытия первых пожарных расчетов строение уже было полностью охвачено огнем. Спасатели не могли проникнуть внутрь, а там были 47-летняя женщина и ее 7-месячный внук. Они погибли. Удалось установить, что помимо них в момент возгорания в доме находилась еще и 6-летняя девочка, внучка погибшей. Она предварительно и стала виновницей пожара. Когда бабушка уснула, девочка взяла спички и начала играть с огнем. Ребенка спасли соседи, они же и вызвали пожарных. Пермяк Андрей Осколков не пустил к себе домой человека, представившегося работником газовой службы. Непрошенный гость вел себя не очень учтиво, да еще и не показал документы, удостоверяющие личность и должность. Так что хозяин квартиры практически не сомневался, что перед ним мошенник. На деле оказался настоящий газовик. И такие случаи в последнее время происходят все чаще. Репортаж Елены Яговцевой. Андрей Осколков уверен, что едва не стал жертвой обмана. В его квартиру постучался мужчина и, представившись сотрудником газовой службы, категорично потребовал у хозяев заплатить ему 200 рублей. Якобы за обследование счетчика и плиты. Иначе грозился перекрыть подачу голубого топлива. Если вы отказываетесь, то сегодня в 4 часа вечера будет отключен дом от газоснабжения. Не предъявив никакого удостоверения личности, что за обслуживающая организация не представилась. Мы отказались. Подозрение Андрея вызвало не только некорректное поведение визитера, но и крайне неудобное, по его мнению, форма оплаты услуг. Также мужчина говорит, что жильцы дома не были уведомлены должным образом о предстоящем обходе квартир. Я не собираюсь оплачивать наличие. Почему не выставляется какая-либо квитанция, допустим, на оплату без налога? То есть по карте мог бы я оплатить каким-либо другим образом. Могли бы хотя бы уведомить официально каждого жильца. Представители организации «Газпром» газораспределения «Перм» подтвердили, что в доме действительно проходило техобслуживание. И специалисты действительно предлагали оплатить услуги наличными. Согласно прескуранту и в обмен на квитанцию. Можно было позвонить либо управляющую компанию, потому что управляющая компания оповещена о проведении таких работ. Ну и либо вот как бы другим соседям посмотреть и спросить, были ли у них, что-то делали у них. И вот таким вот образом можно было удостовериться, что это не мошенники. Удостоверения, в принципе, да, они должны предъявлять, но в силу занятости, возможно, где-то, может быть, не всегда предъявляют. Обжегшись на молоке, невольно дуешь на воду. Людей, не желающих открывать двери сотрудникам различных служб, понять можно. Никто не хочет стать жертвой аферистов. Тем более случаи обмана встречаются все чаще. В такой ситуации к специалистам, работающим на выездах, повышенное требование. Они должны быть вежливы, грамотны, уравновешены. А прежде чем заводить беседу с жильцами, предъявлять документы. Елена Иговцева, Михаил Осетров, Телевизионная служба новостей. В выходные стало легче ездить по нескольким городским магистралям. К воскресному утру завершился первый этап реконструкции улицы Макаренко. Ранее существовавшая часть дороги стала односторонней, по ней можно выехать в центр города. В сторону Садово нужно двигаться по свежепостроенному отрезку вдоль гостиницы «Жемчужина». Особое внимание на пересечении с Тургенева и Уинской. Для поворота на Садовый появилась выделенная полоса без светофоров. И отдельная полоса со светофором для тех, кому нужно повернуть налево, на Тургенева. Необходимо быть более внимательными и водителем в Балатова. Там открылось движение на улице Советской Армии на участке от Мира до проспекта Декабристов. Он был построен с ноля и соединил две уже существующие части улицы. Предполагается, что это решение перераспределит транспортные потоки Скорпинского и Леонова и снизит напряжение в этом районе в часы пик. Медицинское оборудование и инструментарии, лекарства и услуги. А еще междисциплинарный конгресс. В третьем павильоне Пермской ярмарки открылась международная выставка медицины и здоровья. Ее экспозиция и деловая программа адресованы как профессионалам этой сферы, так и всем, кого интересуют вопросы здравоохранения. Медицинские центры и лаборатории, санатории и курорты, специализированное оборудование, мебель, одежда, приборы для домашнего использования, лекарственные фитопрепараты, косметика. На Пермской ярмарке уже в 21 раз проходит выставка медицины и здоровья. Более сотни участников из Перми, Москвы, Санкт-Петербурга, Казани и других городов демонстрируют свои возможности, делятся опытом, устанавливают деловые связи. Мы часть этой выставки для нас это статусное мероприятие, безусловно. Формат на сегодняшний день выставки, который проходит сейчас, когда представлены наиболее крупные учреждения нашего города, позволяет населению наиболее полно ознакомиться с тем потенциалом, что имеет город Пермь, Пермский край. На выставке можно пройти быстрое скрининговое обследование, получить консультацию специалистов, поучаствовать в мастер-классах на разные темы. Главное же событие деловой программы – четвертый междисциплинарный медицинский конгресс «Эффективное здравоохранение. Залог здоровья общества». Симпозиумы, конференции, круглые столы. Выставка большая, деловая программа, очень разнообразная. То есть интересные темы по высокотехнологичной помощи, просто по организации здравоохранения. Отличительная черта и конгресса, и всей выставки – ориентация на практическую пользу. Мне, конечно, иногда не хватает информации, где можно какую услугу получить. А вот здесь вот мне удалось найти, записать и брошюру взять. То есть вот в этом плане мне очень понравилось, что есть медицинские учреждения, и я могу узнать и посмотреть, что они предлагают. Платно, бесплатно, как организована вообще вот эта помощь. Выставка продолжит свою работу по 2 декабря включительно. Юлия Алеева, Степан Капеляев, Телевизионная служба новостей. В минувшее воскресенье в России прошел День матери. Этот праздник был учрежден в 1998 году с целью поддержать традиции бережного отношения к женщине, закрепить семейные устои и отметить значение мамы в жизни человека. В Перми этот день отметили большим концертом в Доме народного творчества «Губерния». Репортаж Евгении Караксиной. Мама – это интересный собеседник, строгий критик и все-таки самый надежный друг. Так Галина Полякова, самая многодетная мать, отзывается о своей родительнице и сожалеет, что когда она была маленькой, День матери не отмечался столь широко. Это очень хороший праздник, его стоит отмечать и прививать детям с детства, что родителей, бабушек, дедушек, всех нужно почитать, уважать и помнить. В любом случае дети помнят каждый день, что у них есть родители, но в такой день им хочется сделать родителям приятно. Подарить маме не только приятные слова и улыбки, но еще и смастерить подарок своими руками. Этому и многому другому обучали ребят на мастер-классах, организованных на праздничном мероприятии. Также у нас фото-выставка, где мы развесили фотографии наших мам как символ того, что становясь многодетной, мама не перестает быть красивой. В нашем регионе для многодетных семей существует немало вариантов поддержки, говорит почетный гость праздничного концерта депутат краевого парламента Лилия Ширяева. Это и предоставление земли многодетным семьям в соответствии с указом президента Российской Федерации. Это и введение регионального материнского капитала при рождении третьего ребенка. И за последние годы мы очень значительно расширили тот круг, куда можно направить эти средства. Сегодня на средства материнского капитала можно приобрести жилье, погасить кредит, купить автомобиль, а также направить эти деньги на лечение или образование всех членов семьи. Меры поддержки уже дают результаты, рассказывает Лилия Ширяева. Так, за последние три года количество многодетных пар в Прикамье увеличилось на пять тысяч. Потому и праздник День Матери приобретает у нас все большая популярность и отмечается очень тепло. Евгения Караксина, Михаил Осетров, Телевизионная служба новостей. Пермский след в Европе. Уроженец нашего города Михаила Саргин был известным журналистом и писателем первой половины 20 века. Его прозой переведена на многие европейские языки. В Пушкинской библиотеке провели Вечер памяти Осаргина. Репортаж Юлии Языковой. Дворянин – знаменитый литератор, революционер, эмигрант, масон. Жизнь уроженца Перми Михаила Осаргина была полна событий. В 1905-м он участвовал в декабрьском восстании в Москве, за что угодил на полгода в Таганскую тюрьму. После октябрьского переворота 1917 года Осаргин выступал против позиции большевиков, дискутировал с Лениным. В числе хороших знакомых прикамского публициста были поэт Сергей Есенин, философ Николай Бердяев. Именно с ним Осаргин впоследствии оказался на палубе философского парохода. Михаил Осаргин покинул Россию не по своей воле на том печально знаменитом философском пароходе в 1922 году, когда из России, вы знаете, были высланы многие-многие философы, политики, писатели. В Пушкинской библиотеке рассказывают, где бы ни находился Михаил Осаргин, о своей малой родине он помнил и старался быть ей полезным. В 1906-м публицист приехал в Италию, на несколько лет поселился в этой стране, хорошо изучил её. Он проводил экскурсии для российских земских учителей. В Москве тогда работал фонд по организации образовательных поездок за границу. Это дало возможность побывать в Европе педагогам из провинции, в том числе из Прикамья. Итальянцы называли экскурсантов «Каравано Руссо». Михаил Осаргин шутил – в страну апельсинную периодически вторгалась страна еловая. И на этих экскурсиях побывало огромное количество русских учителей. В том числе из Перми были туристы, экскурсанты. И в их числе, например, был Владимир Верхоландцев, наш известный писатель, краевед. Всё больше знакомясь с земской интеллигенцией, Михаил Осаргин поражался этим людям. Они делали огромное дело, стесняясь его малости. Воображая, что там, в Европах, где средств больше, там работают по-настоящему. Они не подозревали, что ни один народный учитель не будет там работать в подобных условиях. Ни один врач не станет объезжать на худой лошадёнке стовёрстные округи. Что они истинные подвижники. Перед ними не было ни карьеры, ни чинов, ни материального благополучия. Напротив, полная уверенность, что так и пройдёт вся жизнь в медвежьем углу. В Пушкинской библиотеке провели вечер памяти литератора, который много писал о Перми. В его повести времена выведены, топографически точные образы нашего города. А эти выставки – картины, фотографии с видами дореволюционной Перми. Словно продолжение биографической прозы Михаила Осаргина. Юлия Зыкова, Степан Пепеляев, Телевизионная служба новостей.